Привет всем! Мы вернулись с отпуска и нам надо съездить в магазин, чего-нибудь покупать, покушать. И так сложилось, что сегодня черная пятница и Google пишет, что везде все будет очень занято. Не знаю, посмотрим, что нам получится сегодня купить и куда нам получится сегодня попасть. Если получится, поснимаем вам, как выглядит Black Friday в Америке. Мы пошли в Маршаллс посмотреть что-нибудь к дому. Всякие тут красивые подарочные наборчики на Новый год. Такие мылки прикольные, да, на Рождество. Носочки. Красивые. Что, Алиса? Не знаю. Мне кажется, вот это больше еще. Взяли створотку для блинов, чесночницу и мыло взяли. Да, пойдемте. Тут забрались в мелочевку всякую. Ну, с кастрюлях я не вижу какую-нибудь личную. Ну, да. Ну, ничего интересного. В Маршаллсе мы были здесь недолго. Очень много народу. Мы особо не знаем, что нам надо здесь выбирать. Задут только мыло, крючки, что новогодний, кому-нибудь подарок. Так же, чесночницу и короткую домучку. Все, поедем. А вот еще заедем. Еще один магазин, от кома, еще здесь ни разу не были. Что-то там для дома. Магазин для дома. Пойдем посмотрим, что там есть интересного. Большой магазин. Много всяких прошений. Много народу, как и везде сегодня. Елки. Там какая-то очередь. Так, а куда нам сначала идти? Что-то я не могу разобраться. Мы пойдем сегодня смотреть новогоднее или нет? С права налево, да. Пойдем новогоднее смотреть или нет? Да. Да, ничего. Так, с какого конца будем начинать? Нет, справа. Ну, давай тогда пойдем туда. Ну, здесь. Где? Пошли до конца, а потом до конца сначала идем, а потом будем по рядам, дойдем, дойдем дальше. Пойдем. А, может, нам, если будут новые прошения купить, а то одни и те же не украшаем? Уже два года. Может, новые чайки? Какие два года? Мы только здесь год, один новый год был. Мы наше радико идем. В виде радико. Мы наше новое прошение купить, что одними деньми не хочется все берем. Это не разберемся. Нет, наше радико не будет. Там какие-то подушки. А, там для сада. Все для сада. Подушки для сада. Для подушки для сада не пойдем смотреть. Наверное, пока не. Это для подушки для садовой мебели. Там горшки. Горшки мы не пойдем. Там всякие украшения. Туда, наверное, тоже не пойдем. Там всякие гномики. Ну да, сейчас мы пойдем. Пойдем за садовую. Так, здесь тоже будут подушки. Я не знаю, надо нам туда дальше идти, Ярослав. Давай как-нибудь выйдем. Где-то выйдем. Из подушек. Ну да, здесь выходить из подушек. Здесь? Ну ладно, Паша, здесь выходить из подушек. Идите выбирать себе чулки над камином. Женя себе вот такое же выбрал. Папа, ты что-нибудь выбрал себе? А может мы в прошлогодний не обойдемся? Там потому что еще и в прошлогодний вроде нормальный. Мне кажется, похожий даже какой-то был. Ну пусть будет. Женин 6, а Алисин 8. Бери, если хочешь. Так что у меня Санта-Клаус будет. Хорошо. Я думаю, мы себе не будем. Мы в прошлогодний оставим. Мы здесь еще в прошлогодний ваше стоим. Да. Пойдемте тогда дальше походим еще. А это что такое? А, что это, папа? Это юбка для елки. Юбочка? Да, юбочка. У нас нет, да, Санта-Клауса под елку. Если вам какой-нибудь понравится, давайте, может, выберем. Тогда походите. Тут по кругу их много, Санта-Клаусов. Не, не, нет. У тебя какой-то не тот Санта-Клаус. Да. Это один. О, мама, у нас с Келорусом был с Келорусом. У нас привезенная бабушка из Польши. У тебя какие-то не те Санта-Клаусы. У меня с Няши. У меня с Няши. Почему? Очень такой. А тебе не за маленький? А что? А сколько? 15 долларов? 15 долларов. Давай побольше. Жень, какого-нибудь такого роста побольше чуть-чуть? А то им не будет заметен. Мама. Да. Не надо навалить под вид. Не надо точно под вид. Именно такой? Ну, посмотри, то они тут же разные есть. Какие-нибудь. Это 35. Папа какие-то странные. Папа странный вкус какой-то. Не, не красивый. Давайте красивого какого-нибудь. О, мама. Ну, это не похоже какой-то Санта-Клаус. Это такие Санта-Клаусы. Американского Санта-Клауса. Аккуратно, не ломайте. Этого? Нет, это я не ломаю. Моя, это я не ломаю. Нет. Это он гидант. И Дед Мороз. Серьезно. С того такого? Он такой. А мне не нравится. Он отнесся подъехал. Сложно? А здесь с микрофонами. А? А здесь с микрофонами что ли? Нет, там остальные с микрофонами. Наушники. Ну что? Я хочу такого. Надеюсь, это все равно. Алиса, может другого выбраться, захочешь. Ну пусть берет. Ему нравится, пускай берет. Правда? Сама 30,8 на сегодня. Небольшая, да. Алиса, мы тебе что-нибудь другое разрешим выбрать. Базочки красивые. Может какой-нибудь на камин? Да, завели. Папа нас засмеял, сказал, что мы выбрали еврейского Деда Мороза. Но мы, честно... Я ничего против не имею. Ну просто... Ну просто мама не знала ничего об этом. Я тоже сказала, что. И Женя ничего не знает. Что у него на спине? Я еще посмотрю. Остальные просто Деда Мороза... Что у него за спиной? Мешок. А у остальных Деда Мороза наушники. Наушники? Какие-то все странные Деда Морозы. Странные. Вон, и это тоже очень странно. И это очень. Мама, можно поставить? Такой нормальный? Ну иди покажи папе. А то он сейчас папа скажет, что у твоего Деда Мороза еще что-нибудь не то. Отлично. А у этого нету никаких знаков там? Есть просто голова. Да, есть голова. Тише, тише, тише. Все, нормально? Нормально, Дед Мороз? Ну да, даже сам-то нет. Сколько он стоит? 30. Ну, пускай, не знаю. Такой пойдет, папа? Да. Ладно, таки быть. Пойдемте. Внице елочку захотел. Там есть, наверное, беленькие. Вот там есть. Синяя. Ну, наверное, совсем будет розово сливаться в комнате со стенками. Возьми силе. Одно горло. Да, мама. А там больше ничего нет, посмотри там. Вон там блестящая есть. Смотри, вон есть, смотри, вот такая блестящая. Мира, можно тоже? Ну, посмотри, что потом подумаю. А там он еще беленький есть. Там, Алиса, с той стороны поверни за тетя. Он есть еще золотистая и белая. Она там еще светится белая, с лампочками, вот эта вот. Мама, девушка с лампочкой с зубами в груди. Жесть, да? Нет. И с зубами в груди. Алиса, смотри, вот есть такая. Да, я вижу. Это с лампочкой. А, с лампочкой. Это окей. Подожди, мне он какая? 15. Мне прикольная картинка. Ты хочешь такую? Не знаю. Это цвета белоруссии, Снад. Нет, это не цвета белоруссии. А что такое? Почему у нее на груди зубы? Да, и Женя тоже говорит. Женя такую хочет. Памоку. Ну да, памоку. Точно такую? Ну классно, в принципе. Мне нравится. Алиса, вот эта светится с лампочками. Не хочешь такую? Нет. Это есть такая вот. Она поровнее. Там вот на батарейках поровнее. Будешь такую брать? Иди, бери. Ты тоже взял себе? Ну что, что? Можно мне на мой конфет на Рождество? Конфеты? Мне тоже надо заказывать. Можно. Пройдет. Все сцепится. Ну что, надо как-то разворачивать. Да. Взяли немного, а очередь очень длинная. У нас с того конца мы там стояли. Теперь мы уже посередине вот туда стоим. Ярослава выбирают украшения для своей любимой машины. Типа нож. Берешь? Да. Ну бери. Это тут у кассы еще называется. То это возьмем, то это. Еще напоследок Костка решили заехать. В принципе, мы собирались Костка, но просто по дороге решили, что нам надо еще товары для дома заехать. Я все-таки решила взять такой наборчик. Сейчас на скидках еще осталось 24 доллара для пантери. Ну, я не знаю, насчет сегодня уже. А что же они хочут? Ну, позаниматься дома выжиганием. Очень вкусный был вот этот вот голд грейпфрут. Да, это этот, Ярослав? И даже детям понравилось. Даже давай я тогда что-нибудь запишу. Понравилось даже детям. Попросили еще купить. А еще ягоды. Пойдем в морозилку. Еще хурма за 4 доллара. Возьмем две штучки. Ну, вроде нормальная выглядит. Ягоды, Женя, давай. Да? Да, давай, ягоды берем. Глубику берем. Одну берем. А клубнику? Клубнику. Возьми, которые такие очень сочно красные. А я не знаю, как такие очень сочно. Вот эти, вот эти выглядят очень сочно. Эту берем? Давай берем. Они там красные, они большие. Непорченные. Давай, подожди, давай посмотрим. Одну берем упаковку. Давайте две. А то я что-то все время... На, ладно, если что-то... Нет, там белые, ну ладно. Где белые? Да, тут есть белые, тут есть белые, да. Это водная мохнатая. Вот эти, тут тоже белые. Я тебе показывала, которые не белые. Так они там помятые. Что? Там они с ней. Ну тут немножко мелых, так что это нужно? Они не помятые, они гнилые. Они не... Одно, только там... Здесь мы там есть... Гнилая, понятно. Гнилая. Гнилая. Надо мне брак выпить. Это нормально, это только если помятые, да? И белых мало. Ну, нормально. Если подпорченую на варенье. Если что, подпорченую выбросим. Да. Так, надо еще что-нибудь посмотреть. Ну это молитва или... Ну это каком-то салатико взять. Хорошо молитва. Это наверное салат. Что-то... А вот или на руке сейчас. Иди занеси папе. Нет, я еще не могу. Малину и ежевики надо. А это здесь что-нибудь? Ежевики? Да. Даже здесь тут оставшаяся какая-то. Здесь нормальная она. Ну да. Вот хорошая. Цены даже нет. У меня последняя наверное нет. А ты выдержишь что-то? Да, выдержишь. Еще малину? Да, если не надо. Только ты неси малину. Хорошо. Мне не влезет в руки. А то у меня так что-то... Сусть ты несила? Вот шикально. Думаешь? Ты помятая какая-то. Да, ну вот я одну нюху курицу, да? Одну нюху курицу, да? Ладно, пойдем дальше. Огурец нам надо или нет? Нет. Я думаю, не надо. И что купим в другом? На воду не надо. Мы там и пойдем. И все. Много клубники, много клубников не было. Я взяла такого салатика, ты не хочешь? Много клубников было какие? Много. Мы нашли. Мы хотим взять рыбку, чтобы ее посолить. Посолить? Только не говорите, что будем ест ее на ужин завтра. Нет, мы будем саливаться. Значит, что я буду есть как-нибудь. Вон. Ну, не мы, а вы. Ты же выбрала. Это же нормальная которая, да? Ну, в смысле, не дикая. Ну, фарм написано, да? Ай. Что это за рыбаряльчик? Это салман. Салман. Да. А как по-русски называют? Фарель. А? Фарель. Фарель? Да, такой нам не надо, да? Кошки. Там индейка. Нам индейка не надо. А ты как? Да, вот эти. Ребрышки там. Кошки классы тоже. Это что-то Ярослав взял, это свиные ребра, да? Говяжьи. Ой, говяжьи. Не часто здесь их увидят. Там, кстати, даже что-то замаринованное. Что это замаринованное? Кусок мяса. Какое? Для запекания. Говядина. Говядина? Это не все говядина. Это свинина дальше. А вон еще косточки есть всякие тоже. Надо нас тут? Косточки. Наверное, дорого будет. 46 долларов на сух, наверное, дорого. Не, так это же этот, ламп, это ягнятина. А, это ягнятина. Ну вот, опять, ни в чем не разбираюсь. А почему такие полетёры? Да, конечно, обязательно. А я хочу креветочек. 11-29, все 11-29, да? Так нормально. Нормально, да? Что, 26? Такое любое? О! А что-нибудь тут нам еще надо? Я думаю, что нет. Не рулетик, ничего такого не надо, да? Хорошо, пойдем. Алибриза. 8-39, наверное. Еще моцареллу в шариках возьмем. Кто-то изменяет мне, пожалуйста, срок годности на... Ну, это, видишь, они такие индивидуальные. Да, мы набрали такие. Набрали такие. Да, нормально. Срок годности. Бестбал. Декабрь 11-я. Нормально. Мало, с вас доедим, думать, да? Голадно. Ну, ладно. Уходите. Достань на эту полочку, да достанешь. Дети в йогурт попросили. Аккуратненько. Алиса. А, это двойная? Все, не, она большая у коробка просто. Или она двойная, я не понимаю. О, двойная. Или тройная. Или тройная. Или двойная? Закроешь. Все, Алиса, убегай. Алиса, откуда мне? Помощники мои. Надо докупить хотя бы один коврик. Вон он, наверное, вот этот мы брали. Синенький, вот Ирослав. Ты? Нет. А я хотела, чтобы ты наклонился. А-а-а. Держите, пожалуйста. Сколько? Аля, я вам не буду. А, да, я вам не буду. Алиса, купим всему свое время. Алиса, купим всему свое время. Кофе взяли такое. Сейчас на скидке. Это не самое вкусное, но у нас заканчивается вообще все, как офис. Пошли, там папа, это положим ему. Пойдем, пойдем. Классная такие вот упаковочная коробочка конфет. Труфеля, все, пунктики, коробочка. Давайте возьмем, типа, нашим родным и себе тоже. 10 долларов. Что тут? Ну, сколько? Смотрю на тебя и говорю, спрашиваю, сколько брать? А я не знаю. Давай возьмем 3 штуки разного цвета. Может, в гости куда-нибудь пойдем. А может... Дети еще книжек набрали. Неса взяла такой вот набор из 12 историй про Санту, а Женя про ниндягу свою взяла. Все, где-то... Женя на 21, это 18 долларов. Все, ложу, доченька. А я там еще чуть-чуть одежды набрала, не показываю. Тут штаны на скидках 13 долларов. Это тоже 10 долларов. Коврик вы видели. И там Женя еще пумовскую бабайку в Кудзе взяли. У нас есть дома писташки. Пойдем дальше. Дети зависли в игрушках. А папа там идет в тележке. Это вы куда себе? На снак будете брать или просто? На снак и просто. То и то. Хорошо, там сейчас папе положится. Наверное, на снак. Прошлись по аптеке и косметике. Зала себе сейчас вот такой набор шампуня, кондиционера для волос. Сейчас, не знаю, попробую. Там немножко еще витамин нам взяли. Тоже то, что было на акции. Ярослав! Слышишь, что? А почитай мне, для чего эти шампуни. Дрогие волосы. А не на скидках. Я его хотела, как я давно купить. Углажняющие. Хотели сегодня еще в Комдипос ездить забрать заказ. Но потому что-то на улице стемнело. Все устали. Голодные. Поэтому мы уже едем домой. На следующий день после обеда мы заехали в Вентану. Немножко прибрали сейчас. Заедем все-таки в Комдипо. Заберем свой заказ. Может быть, еще заедем в Колс. Чтобы сдавать все тюли и корницы, которые заказывал для литерной комнаты. Капец какой на улице дождь идет. И в Техасе бывают дожди. Сегодня холодно. И дождь идет. Нелетная погода. И все, нам надо ехать. Так, сначала заберем заказ в Локере. А потом сходим. Еще что-нибудь посмотрите. Можно быть, на елке новогоднее посмотреть. Может, какие-нибудь фонарики. У нас еще с прошлого года чуть-чуть осталось. А селка с фонариками. А, Ира, она была в торопе, да? Да. Окей, так что нам не нужно покупать. Можешь, не нужно, но можно. Вон, открылась. Так, это один. Это у нас щетка для пылесоса. Чик. А там что? Так, вот здесь. Здесь смазка была. Греба лжа. У меня розетка для бирлянды. И ухода пестрят рождественские цвета. И цветы. Мама, здесь куча всего. Да? Ярослав, тебе ножики не надо? А нам это не надо. Ножики не надо? Ножики. Ну ладно, пойдем сюда сначала. Цветы. Цветочек может? Цветочек, да? Я не знаю. Ёлки. Тут одни ёлки. И мега-филкончик, да. Цветы и ёлки. Ёлки и цветы. Цветы и ёлки. А это что такое, Рослав? Это газовая багребрация. Газовый обогреватель, говорит Ярослав. И это тоже всякие... Как это называется правильно? Каэрпот. Каэрпот? Да. Ну, для костра во дворе. Да, для костра во дворе. Берем. Женя говорит, берем. Как-то красиво все. Оно все посезонно здесь. Какие-то товары, дрова. Вон, тебе не надо дрова? Берем. Берем. Так, тогда куда нам надо? Только оказалось, у нас мало дома вешалки. Старая все в некондицию повыбрасывала. И сейчас нас не хватает. Да. Нам сейчас не хватает вешалок. Надо было докупить. А здесь что-нибудь нам надо еще? Как раз таки всякая организация. Смотри, а такие вот нам надо резиновые эти? От что? Ну, шкаф. Куда нам надо? Почти. Пока я не знаю. Я еще пока не придумала. Хорошо. А вот, кстати, подраган. Хорошо. Ну, то есть, название написано, что именно подраган. Угу. Пошли в обратную сторону, там, где полы. Мы уже решили этот, пока тут ходим, посмотреть и взять образцы на будущее для пола в своей комнате мастер-бедруме. Такая прикольная эта плитка. Такой тоже можно? Да, бери. Плитка сделана паркетом, выложена. Подожди, а как они его вложены? Я не знаю. Не рисунок так идет? Нет, это, наверное, доска так выглядит. Ну, то есть, рисунок на доске, наверное, так идет. Вообще, непонятно, если честно. Это, мне кажется, доска. Могли, кажется. Нет, могла, если помню, покажи. Слушайте, ну, это много. Ну, давай пойдем посмотрим коробки, как выглядят. В чем прикол, да? F5002. Как он называется? Бесколюто. Там уже ламинат. Мы не нашли в магазине, его нету. Но мы нашли в приложении, она действительно по этот... Хотя, я, честно говоря, не понимаю. Доск. Такая с рисунком, как паркет. Хотя... Еще больше надо будет сполчать. Нет, подожди, не по... Нет, подожди. Это непонятно, если... Это ее все-таки так вложили? Нет. Нет. Надо почитать. Ну, почему она только на этом так вложена? Другие же так не уложены. Ну... Это странно. Ну, ладно, потом посмотрим. Потом посмотрим. Мне даже нельзя почему-то добавить в этот. В корзину? В избранную. Не знаю. Ладно, пошли тогда, наверное, на кассу. Вроде больше нам ничего не надо здесь. Шли-шли. Видели какую-то колонку. Давно хотим что-нибудь купить, чтобы можно было музыку на улице слушать. Какая-то за 20 долларов возьмем. Попробуем. Ярослав в лампочке всякие залез. Слышишь, что вот я что хочу сказать? Что-то какие-то отстойные те фонарики, которые мы поставили возле дома, вообще не горят. Еще одна сломалась. Может, если что-то попадется над глаза, вдруг... Там были фонарики очень много. Нет, там не было таких. То есть в землю. В землю? Да, в землю. Идемте, детки. О, такие лампы. Показаны образцы, как горят. Несунь пальчики, Алиса. Прикольно, прикольно, прикольно. Идемте. Не, ну вот от розетки, это не так. Ты хочешь светодиодный... Ты хочешь светодиодный... Как это называется? Не светодиодный, а... Как это правильное слово называется? От солнечной батареи. От солнечной батареи, да. Я нашла ряд с лампами разными вообще. Вон и в землю вообще. Женя, здесь все уличная лампа. Женя, мы тебя слышим. Здесь они всякие разные. Ты же хотел какие-то так, чтобы они свет куда-то по бокам рассеивали, да? Да, я так сейчас не готов к пенсиону, видишь? Ну, нет, ну ты просто поищи, может, хотя бы, какие они есть тут или нет. А то они там, да, они такие дорогие получаются. Это набор или одна штучка? Ну, да, это тебе не 12 долларов за 6 штук. Да. Ну, вот тут есть какие-то, вон, ну, прям, набор 4 штуки. 6 есть, да, за 5, ну, 6 за 57. Там вторым рядом стоят. Ну, там 159. За штуку, да? Нет, ну, это, наверное, не за штуку. За коробку, где коробки? Да, ну, тут что-то я такого не вижу, даже цены такой. Ну, короче, слишком как-то круто пока. Да, что-то пока надо определиться, и где-то, может быть, каких-то скидок дождаться. Ну, да. Ладно, пошли на кассу. Или ты еще куда-то хотел? А, ну, это было. Сдали тюли, которые нам не подошли, решили немножко прогуляться в магазине, посмотреть на всякую разную красоту. Папа, а здесь, наверное, это не очень украшение, такие медведи, и елочки, и еще снеговички. Да, доченька. Да, доченька. Да, доченька. Угу, пойдем. Ну, что там увидели? Майки? Угу. Красивые. С длинным рукавом? Угу. Футболки-то, да? Ай! Одежда к Рождеству. Такие вот кофточки такие. Мама, ёлочка. 50 долларов кофточка. Да, ёлочка, ага. А где звездочка поднимается? Такие костюмчики. Всякие эти, новогодние. О! Вот она у нас такая. Ага, красивые такие эти сережки новогодние. Мама, помни, у нас у папы были такие рога? Угу. Двенадцать долларов такие наборы сережки. Вот они. Такую хочешь? Да. Четырнадцать долларов. Четырнадцать? Да. Дорого, да. Мы тогда покупали такие большие хобби-лоби за пять, по-моему. Ну, в хобби-лоби надо поехать там за одно елочное украшение купить. Ну, ира, не сегодня? Не, не сегодня. Давайте завтра, может, съездим в хобби-лоби. И заодно завезем посылку. Там как-то все и скидки будут. Что завезем? И посылку за одну поддороднику на нас кинем. А, ну да. Женя. Домашний новогодний декорчик. Теплая моя макрушка? Угу. Все равно я не все покажу. Вот тут же все. Это полотенца такие, да. Тут уже просто посуда. Ты что-нибудь нашел? О, ну да. Угу. 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 Есть ещё одна такая цепля? Угу. Прикольная кружка. Да, и такая. Это просто с этим. И такая пигамя. Угу. Пойдём тут. О, мама! Новогодние пижамки. Это уже новогодняя одежда мужская, наверное. Новогодняя тематика. Всё, ребятки, мы уже будем уходить. Вот теперь, наверное, будем прощаться. Всем пока-пока!